Заседание штаба по комплексному развитию региона в правительстве начали с кадровых изменений. Богдан Павленко ушёл с поста главы администрации Димитровграда. Теперь он займёт должность заместителя председателя правительства по работе с инвесторами. Алексей Русских поблагодарил Павленко за успешную работу на прежней должности и пожелал удачи в новом направлении. Кто займёт место главы города, атомщиков пока не сообщается. Также исполняющим обязанности руководителя фонда модернизации ЖКХ назначен Денис Пучков. Есть проблемы социального недовольства владельцев специализированных счетов по несовременной оплате. Есть проблемы, связанные с расчётом с поставщиками. И предыдущее руководство, на мой взгляд, непосильную на себя взяло задачу по решению таких вопросов системных. И считаю, задача не справилась. На этой неделе стартует Международный авиационно-космический салон «МАКС». Глава региона анонсировал подписание нескольких соглашений о сотрудничестве в сфере авиаперевозок. Уже осенью в Ульяновской области начнётся строительство нового завода по изготовлению алюминиевой упаковки. В планах создание 200 рабочих мест. Ульяновская область имеет все шансы стать одним из ведущих регионов нового качественного скачка отечественного авиастроения. Так, на прошлой неделе председатель Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Борисович Люсер доложил главе государства об уникальной технологии создания композитного крыла для самолёта МС-21 на нашем заводе «Аэрокомпозит». Особое внимание уделили вакцинации. В федеральной статистике регион занимает не самую лучшую позицию по заболеваемости коронавирусом. Растёт смертность, количество вновь заражённых – более 200 человек ежедневно. Поэтому решено ввести новые ограничения. Массовые мероприятия на территории нашего субъекта в настоящее время их проведение небезопасно и, полагаем, невозможно. Управлением были оформлены соответствующие предложения, соответствующие письменные рекомендации органам исполнительной власти, которые обращались на прошлой неделе в адрес управления по согласованию массовых мероприятий. Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию, устойчивую тенденцию к росту развития COVID-19 на территории субъекта, управление также предлагает рассмотреть ещё раз вопросы по ограничению работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных и иных предприятий общественного питания в ночное время. Алексей Русских поручил рассмотреть предложение Роспотребнадзора главе правительства Александру Смекалину. Решение будет принято в ближайшее время. Тем не менее, глава региона отметил, ульяновцы стали более ответственно относиться к своему здоровью. Вакцинация в области идёт полным ходом. Сейчас важно не допускать сбоев в поставке вакцины. Такое поручение дано вновь назначенному исполняющему обязанности министра регионального Минздрава Александру Гошкову. Последнее поступление было вчера вечером. Поступило, как вы ранее сказали, 25 800 доз спутниковой. Вакцина уже распределена, в настоящее время уже раздаётся по ЛПУ области, в первую очередь город. В настоящее время, с учётом новых поступлений, остаток вакцины составляет 39 942 комплекта. Отчитались также о ходе уборочной. Глава профильного ведомства Михаил Семёнкин отметил, что все муниципальные образования уже приступили к уборке. Убрано 86 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. Это 13% от плана. Что больше, скажем так, нас настораживает, это основные муниципальные образования, которые являются лидерами по валовому сбору зерна. Это Меликевский район, Чердоклинский, в частности, Цельнинский район. На сегодняшний день урожайность у них одна из самых наименьших по Ульянской области. Например, Меликевский район демонстрирует урожайность 19,4 сантиметра с гектара. В это же время в других районах наблюдается увеличение. К примеру, Барышский район демонстрирует урожайность в 40 сантиметра с гектара. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются дожди. Поэтому муниципалитеты призвали убрать урожай как можно скорее, чтобы сохранить качество урожая. Анна Тищенко, Данил Сурков, Уллправда ТВ.